Еще прошлой весной на этих тополях набухали почки и распускались листья. Деревья и кустарники отделяли детскую площадку от пыльной дороги и радовали глаз жителей домов. Однако в этом году зеленые насаждения не дождались периода цветения. Это уничтожение. Это не кронирование, это не какие-то благие дела, это просто уничтожение. Сейчас, если вы посмотрите, вы видите уродливое, пустое, уничтоженное пространство. Ни кустов, ни кустарника, вот эти несчастные, плачущие, плачущие деревья. Как рассказывают жильцы, коммунальщики срезали ветви деревьев и раньше, правда тогда это не вызывало опасений. После последнего визита рабочих управляющей компанией остались лишь большие кучи срезанных веток, пни и голые стволы деревьев. Жители ближайшего дома выяснили, кто решил лишить весь двор зеленых насаждений. Происходит, что заявка одного жителя явилась основанием для вырубки деревьев, обрезки всего. То есть один житель за весь двор, а здесь несколько домов окружает наш двор, за всех решила она одна. Как рассказывает Надежда Барышникова, свет в ее квартире включен даже днем. А все потому, что кроны деревьев не пропускают солнечные лучи. Это подтверждает и заключение СЭС. Ситуацию спасет кронирование лишь двух высоких деревьев рядом с окнами ее квартиры на первом этаже. Только почему-то под эту процедуру попали и многие другие зеленые насаждения во дворе. Меня интересует, чтобы у меня был в квартире свет, чтобы у меня внуки рисовали не всегда с лампами. Хотелось бы вот эти вот кроны, вот эти вот обрезы, чтобы они не соединялись, эти два дерева. Вот, вот эту вот крону, чтобы лучи света хоть как-то проникали. Кронированием называют спил сухих ветвей. Это необходимые меры по уходу за зелеными насаждениями. Причем нужна она как самим деревьям, так и людям. Кронированию прибегают при угрозе обламывания веток, при их низком нависании над тротуарами или дорогами. Эта процедура будет эффективна, если проводить ее правильно. В противном случае дерево можно повредить вплоть до остановки роста, что равно его уничтожению. Мы делаем санитарную обрезку деревьев, старых деревьев, кустарники опиливаем, то есть по заявкам жителей. Как правило, жители регулируют. В основном жители, они показывают то, что нужно спилить, чтобы хотели, чтобы мы спилили. Смогут ли деревья, лишенные кроны, вновь расцвести и зазеленеть, покажет время. Канал 16 будет следить за развитием событий. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.